Для расчистки дорог вышли 180 единиц техники и 230 уборщиков. Для наведения порядка во дворах 2637 дворников и 117 машин. И это только в субботу днем. Но контроль за выполнением работ идет в ежедневном режиме. Каждое обращение от населения о необходимости ускорить и усилить работы по снегоуборке берется в отработку. Кроме того, работами охватывают участки, в отношении которых поступили предписания ГИБДД. Из-за припаркованных автомобилей спецтехники приходится постоянно маневрировать с ювелирной точностью. Осложняет ситуацию высокая заболеваемость сотрудников муниципальных и подрядных организаций. Но тем не менее, темпы и объемы расчистки города от снега не снижаются. В выходные упор сделали на удаление валов с автодорог, расчистку тротуаров, пешеходных переходов и остановочных площадок. Содержание уличной дорожной сети города возложено на три крупные подрядные организации. Обслуживанием Самарского района занимается Экомет Кировского, Кедр-1. Муниципальное предприятие благоустройства содержит оставшиеся семь районов. Так, в Кировском районе на борьбу с последствиями снегопада вышли 45 единиц техники. У Кедра основная сейчас задача – это по улице Ташкентской расширение проезжей части, уборка валов, очистка тротуаров. Дальше у них задача на сегодняшний день – это по улице Победы, их участок. Участки расширения в районе улицы Елизарова, Енисейской, Дальневосточной. То есть, это потоки движения именно в Кировском районе, которые соединяют практически основные узлы района. В Самарском районе работали 15 единиц техники, привели в порядок Самарский Арбат, Ленинградку, а также пешеходные спуски. Уделили внимание бригады МП благоустройства остановочным пунктам, прилегающим к Крымской площади. Этот крупный пересадочный узел соединяет железнодорожный район с историческим центром города. Таким образом, днем в воскресенье крупнейшая подрядная организация вывела на уличную дорожную сеть семи районов 101 единицу техники. Общественные территории тоже продолжают приводить в порядок. Доля выполненных работ в части расчистки пешеходных дорожек составляет в скверах 70%, в парках 80% и практически 100% на Самарской набережной. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Ольга Хомракулова, Николай Сидоров, Константин Головин. События.